Всем привет! Команда Универньюз подготовила для тебя порцию свежих новостей. А кто, если не я, расскажет вам, что там интересного? Меня зовут Маша Фоминых, поехали! Ученые-медики знакомятся с возможностями университетской клиники КФУ. На собрании ректората обсудили вопросы, связанные с образовательной и научной деятельностью Казанского университета. Ведущие вуз Германии и Казанский федеральный намерены объединить свои силы. 26 октября сотрудники университетской клиники Казань познакомили ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ с устройством университетской клиники и планом ее развития. 26 октября прошла встреча сотрудников университетской клиники Казань и ученых Института фундаментальной медицины и биологии. Целью встречи стало развитие университетской клиники, а также возможное совместное сотрудничество с учеными-медиками. Каждый из нас должен найти точки соприкосновения с интересами, с потребностями клиники. Вот я, наверное, в коротком вступлении практически каждому предложению употребил слово клиники, где мы с вами находимся. Для того, чтобы все это произошло, нужно понимать, что здесь делается, какие направления слабо представлены, какие направления достаточно неплохо представлены и попытаться в пределах своих исследований, которые у нас поддерживаются за счет федеральных субсидий, за счет собственных ресурсов университета. В рамках встречи представители Института фундаментальной медицины и биологии ознакомились с устройством клиники, а также пообщались с соведущими отделениями, которые рассказали об устройстве своего отделения и возможных совместных взаимодействиях. Одной из главных целей университетской клиники является не только оказание медицинской помощи, но и создание условий для развития медицинской науки и образования. Предполагается следующий вариант развития. Мы сегодня понимаем, что наша инфраструктура достаточно разрозненная, есть дублирующие подразделения, которые несут схожую функцию. Но мы понимаем так, что это достаточно хорошо развитые базовые, скажем так, площадки, которые можно в дальнейшем, в зависимости от задачи, которые будут ставить как наука, так и практика, можно дифференцировать в дальнейшем для достижения совместных целей. Итоги проводимую встречу подведут в начале ноября. Руководители лаборатории и ключевые научные сотрудники трансляционной медицины расскажут, в каких направлениях будут продвигаться исследования в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и университетской клиники. Диана Шилова, Руслан Урозаев, Универньюс. На очередном заседании ректората обсудили вопросы, связанные с образовательной и научной деятельностью Казанского университета. КФУ по рейтинговой системе QSTAR стал одним из 23 вузов мира, которому присудили 4 звезды. Как удалось добиться таких показателей и что необходимо делать для дальнейшего продвижения в рейтинге, узнаем далее. Состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. На встрече обсудили результаты недавно прошедшего аудита. По рейтинговой системе QSTAR с Казанскому федеральному присудили 4 звезды за образовательную и научную деятельность. Так, университет стал одним из 23 вузов мира, имеющих такую оценку. Если в 2014 году он показал результат 482 балла, то в этом году ему присудили 574 из 1000. Таких показателей удалось добиться благодаря улучшению образовательной деятельности, трудоустройству выпускников и внедрению инноваций. Для продвижения в рейтинге необходимо продолжать активно заниматься исследовательской деятельностью университета и повышать количество публикаций. Нам нужны не только исследования, нам нужны востребованные исследования. Нужны исследования, которые мы можем уже хотя бы часть сказать, в этом году 10%, на следующий год 20-30%. Используя клинику, да, то же самое у других. Также необходимо оснащать кампусы для студентов и сотрудников с ограниченными возможностями. В первую очередь мы должны обеспечить доступную среду в те кампусы и в те институты, где эти инвалиды сегодня присутствуют. Там, где это возможно, но это делает обязательно порядка. На заседание подняли широко обсуждаемую тему в научной среде присуждения Нобелевских премий. Ученые мира удостаиваются премии за достижение на стыке двух или нескольких дисциплин. Как отметил Ильшат Гафуров, существующий сегодня в Казанском федеральном научно-образовательном центре и лаборатории, приспособлен для самого широкого использования. Реализуемые в рамках четырех САИ проекты уже дают результаты. То есть вот этот уровень междисциплинарности, он дает вот такие скачки хорошие. И молодежь пошла с интересом, и зарплата пошла. Проректор по международной деятельности КФУ Линар Латыпов рассказал об итогах деловой поездки в Иран. Обсуждаемой темой стало и сотрудничество Казанского университета с образовательными учреждениями Германии. Подытожили встречу отчетом о начале формирования центра практической педагогики в рамках САИ, учитель 21 века. Анна Глазнова, Руслан Уразеев, Роман Самарин, Универньюз. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. Татарстан стал третьим подготовленным экспертами реарейтинга в списке наиболее технологически развитых и обладающих наибольшим научным потенциалом регионов России. Обойти республику смогли только Москва и Санкт-Петербург. Татарстанский город обсудил в своем блоге эксперт по вопросам городской мобильности, известный датский урбанист Микаэль Колвин Андерсон. По его мнению, Альметьев стал первым городом в России, всерьез занимающимся развитием белой инфраструктуры и делающим в этом направлении успехи. Из Казани в скором времени начнут летать самолеты до Пекина, а также в китайские города. До Пекина самолеты будут летать дважды в неделю, а до остальных городов по одному разу. Кроме того, самолеты Вим-Авиа будут четыре раза в неделю летать в бельгийский город Льош. В Миноборнауке Российской Федерации разработают новый образовательный стандарт по специальности востоковедения и африканистика. Работа будет включать создание нового образовательного стандарта и единых требований к результатам образовательной деятельности по данному направлению. С 11 по 12 ноября 2016 года в стенах Институт управления экономики и финансов КФУ пройдет вторая модель G20, организаторами которой выступят Казанский клуб экономической дипломатии и финансовый клуб КФУ. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поставил задачу создать в университете робота-юриста. Над проектом «Искусственный интеллект к юриспруденции» уже начали работать представители юрфака, программисты и математики. С 26 по 29 октября в Казани пройдет первый чемпионат мира по компенсационным материалам Composite Battle World Cup Казань 2016. Состязания пройдут в два этапа – федеральный и международный. Чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях состоится в Казани. Соревнования пройдут в федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики с 29 по 30 октября. В них примут участие спортсменки из 30 регионов России – от Мурманска до Хабаровского края. Агварс удержался на вершине, одолев Борис. Вчерашний матч между Агварсом и Борисом из Астаны закончился со счетом 2-1. Ведущий вуз Германии Казанский федеральный университет объединили свои силы. К чему приведет такое сотрудничество – расскажем далее. Казанский федеральный университет продолжает принимать в своих стенах важных гостей. На этот раз КАФУ открыл свои двери для представителей университета Дрездена. Делегаты посетили старейший вуз России, чтобы открыть новые перспективы в совместной научной работе и укрепить сотрудничество. И это неудивительно, ведь на сегодняшний день цели Казанского федерального в области образования схожи с задачами Дрезденского технического университета, что позволяет двум крупнейшим вузам совместно разрабатывать проекты и использовать в своей практике полученные результаты. В завершении встречи был подписан меморандум о международном сотрудничестве и работе над общими проектами по педагогическому направлению. Успешность переговоров с коллегами из Технического университета Дрездена позволит Казанскому федеральному продвинуться вперед в достижении своих оправданно амбициозных целей. Научное сотрудничество на столь высоком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность Казанского университета на международной арене. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Терроризм всегда производил шокирующие впечатления на общество и вызывал противоречивые отклики и оценки. В стенах Казанского федерального университета осуществляют профилактику экстремизма и терроризма в районах Республики Татарстан. Смотрим. Профилактика экстремизма и терроризма остается актуальной задачей в условиях неконтролируемой миграции и роста религиозного радикализма в современной России. Несмотря на то, что наш регион динамично развивается и остается в целом спокойным, в последние годы теракты и проявления экстремизма характерны и для него. С 26 по 28 октября в Казанском федеральном проходят курсы по повышению квалификации, профилактике экстремизма и терроризма. Лекции проводятся с агитаторами антитеррористической деятельности, работающих с населением в районах Республики Татарстан. Подобное мероприятие является плановым в течение всех последних лет. Оно носит ежегодный характер. Лекции проводят специалисты, которые делятся опытом со слушателями. В конце курса обучившимся будут вручены удостоверения о повышении квалификации. На этом у меня все. Тепла вам и хорошего настроения. До скорых встреч!